Всем привет! В последнее время мы все чаще сталкиваемся с итогами тех или иных опросов общественного мнения. При этом их результаты иногда вызывают множество сомнений. В одном из предыдущих наших видео мы уже рассказывали, почему результаты маркетинговых исследований и опросов могут быть недостоверными. Обычно это связано с недостаточно репрезентативной выборкой респондентов. Репрезентативный респондент. Но есть и еще один важный момент. Достоверность ответа респондента очень сильно зависит от того, как сформулирован вопрос и какие предложены варианты ответов. Поговорим сегодня о том, как получить наиболее надежные данные, опрашивая ваших потребителей. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. Предположим, что вам необходимо оценить удовлетворенность потребителей вашим продуктом или сервисом. Казалось бы, ну что может быть проще? Пишем в анкете что-то вроде «оцените, насколько вам понравилось», наш сервис оценкой от 1 до 5. Ну а потом смотрим получившиеся результаты. Скорее всего, разброс оценок будет очень странным. Как правило, средний балл ставят совсем немногие. Вы получите какое-то количество явно негативных оценок. Колов и двоек. Какое-то количество четверок и пятерок. А вот троек будет меньше всего. То есть, по сути, вы получите ответы не по пятибальной шкале, а по двухбальной. Нравится или не нравится. Тоже не бесполезная информация, но уж очень грубая. И вряд ли она позволит вам достоверно определить, насколько полезно производимое вами улучшение продукта. Замена пятибальной шкалы на десятибальную вам тоже не поможет. Только вызовет замешательство у потребителя. Какую оценку поставить? 6, 7 или 8? Так что результаты получатся, пожалуй, еще менее полезными. Примерно то же самое можно сказать и о вариантах шкалы со средним значением. Когда нейтральная оценка принимается за ноль, а дальше оценки пользователей идут либо в плюс, либо в минус. Здесь лучше определенно среднее значение. И можно более надежно оценить уровень удовлетворенности или неудовлетворенности. Но такая шкала заставит пользователя задуматься. А любое усилие, которое вы требуете от респондента, уменьшает вероятность того, что он вообще захочет отвечать на ваши вопросы. Никто не любит лишний раз напрягаться. На помощь может прийти другой подход, когда вместо абстрактных баллов вы предлагаете пользователю принять то или иное утверждение, выраженное простыми и понятными словами. Здесь уже распределение оценок получится гораздо более ровным. Оно в значительной степени будет соответствовать реальному отношению пользователей к вашему продукту. Только вот беда. Часто очень трудно придумать даже пять определений, которые воспринимались всеми бы однозначно. Ведь если вдуматься, то что такое оценка «нормально»? Ведь «нормально» это когда «хорошо». Так ведь или нет? К счастью, есть выход и из этой ситуации. Дело в том, что наше с вами сознание устроено не как цифровая, а как аналоговая система. Нам трудно перевести всю нашу гамму чувств в дискретные ступеньки оценок. Это неестественный процесс, поэтому можно предложить вот такой вариант шкалы. Как ни странно, такая аналоговая шкала не вызывает никаких затруднений у пользователя. На бумаге респондент просто ставит галочку где-то на линии от «отвратительно» до «превосходно». Причем эта оценка будет гораздо более достоверной, чем его попытка поставить какие-то баллы. Проанализировать такой ответ тоже несложно. При сборе данных на линию накладывается линейка шаблон с нанесенными значениями. Причем точность может быть очень высокой. Гораздо точнее, чем по пятибальной шкале. И при этом никаких затруднений у респондента. А в виде интерактивного интерфейса все еще проще. Пользователь просто тащит мышкой или пальцем ползунок влево-вправо. Такое исследование позволяет с высокой чувствительностью отслеживать не только качество вашего продукта, но и реакцию пользователей на малейшие изменения, которые вы в свой продукт будете вносить. Ну и напоследок еще один секрет. В некоторых случаях собирать оценки по вот такой вот аналоговой шкале неудобно или очень трудно. Например, вам так и не удастся убедить свое руководство, что этот способ лучший. И оно все-таки захочет использовать привычную бальную оценку. Тогда вам может помочь еще один вариант. Шкала со смайликами. Конечно, полученные с ее помощью результаты дадут вам не такую точную информацию для анализа, как шкала с произвольной точкой на линии. Но все же собранные с помощью нее данные будут гораздо более полезными, чем в случае с простой цифровой пятибальной шкалой. Постоянно отслеживать реакцию пользователей вашего продукта на проводимые вами изменения – дело полезное. И если использовать правильные технологии, то не такое уж и сложное. И, конечно, ваши усилия обязательно окупятся. Именно этого мы вам и искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся! Кстати, не забудьте оценить нашу работу и поставить лайк, а также написать комментарий.